всем здравствуйте приветствую вас на канале плеском михаила и сегодня мне в ремонт попал аппарат это планшет irbis tz 175 с проблемой на устройство восстановлены строки по умолчанию чтобы продолжить войдите в аккаунт google который был синхронизирован с ним и далее она вообще никак не нажать это сработала так называемая защита frp factory reset protection то есть защита от общего сброса если по каким-либо причинам вы не помните google аккаунт который был введен в это устройство до сброса то сейчас я покажу вам как вы самостоятельно домашних условиях можете обойти данную блокировку а спонсор нашего сегодняшнего видео это компания сети мастера которая любезно предоставила мне планшет для снятия видео спасибо итак приступим к самой разблокировки планшета но для этого нам понадобится маленькая подготовка а именно вот здесь вот снизу по описанию по первой же ссылке в описании к этому видео на ю-тубе есть ссылка на архив называется он adb spd и так что мы делаем выключаем для начала наш планшет выключение несколько секунд ждем чтобы он сто процентов выключился далее на правом торце у нас имеется клавиши включения клавиши громкости вверх и клавиши громкости вниз что мы делаем нажимаем клавишу включения и буквально через секунду после этого нажимаем клавиши громкости вниз давайте попробуем итак я нажимаю включение раз-два и тут же клавиши громкости вниз включение отпускаем от клавиши громкости вниз продолжаем держать и видим вот такой вот надпись ноу комнат что мы делаем дальше нажимаем клавиши включения и при нажатой клавиши включения коротко нажимаем клавиши громкости вверх и так включение вверх и И, собственно говоря, после этого видим стандартное меню. Далее. Нажимаем сначала клавишу громкости вниз. Выбираем пункт Reboot to Bootloader и нажимаем клавишу громкости вверх. Виноват. Выбираем клавишу Bootloader, клавишу вниз и подтверждаем коротким нажатием на клавишу включения. Планшет у нас сейчас перезагружается и грузится в так называемый Fast Boot Mode. Несколько секунд, просто ждем. Вот так, откладываем планшет. Что мы делаем дальше? Минутку. Скачиваем программу ADB SPD. Конкретно я ее разархивировал на диск C. Вот она, ADB SPD. И запускаем файл Spedrum FRP Remover. Несколько секунд просто ждет, пока идет анимация. И вводим пароль большими буквами, две буквы G, D по-английски. Пароль также будет в описании, здесь вот снизу, в описании к этому видео. Что мы делаем дальше? С помощью обычного micro USB кабеля подключаем наш планшет к компьютеру. Так, подключили. Далее в самой программе, давайте попробую вот так вот положить. В самой программе сначала нажимаем цифру 1 и нажимаем Enter. Видим, что вот здесь у нас определилось устройство. То есть, в этом плане все хорошо. Нажимаем еще раз Enter. Обращу ваше внимание, что на экране планшета у нас сейчас вообще ничего нет. Это нормально. Далее нажимаем цифру 2, то есть Remove Spedrum FRP. Прямо на клавиатуре набрали цифру 2 и Enter. Планшет после этого у нас автоматически перезагрузился сам. Компьютер нам уже не нужен. И ждем загрузки планшета. По сути, пока смотрим, можно, так сказать, получить некую информацию. Данный способ, по сути, универсальный для всех современных устройств на базе процессоров Spedrum. То есть, если у вас процессор МТК, можно смело искать для него scatter файл и форматировать область FRP Flash Tool. Что касается непосредственно Spedrum, все, что связано с 6-7 Android, можно смело действовать по этому методу. Он, по сути, универсальный. То есть, гоняем его в Рекавери, затем Fastboot, то есть в Bootloader переводим его Fastboot. И с помощью этой программы элементарно обходим блокировку. Сейчас идет проверка сети. Это нормально, это займет несколько минут. Вирбис ТЗ-175. Ну, давайте поступим следующим образом. Дело в том, что, ну, скажем так, мягко говоря, данный планшет начального класса, и я понятия не имею, сколько он будет грузиться современно, то устройство грузится по 2-3 минуты. Я боюсь, как бы эта прогрузка у меня сейчас не заняла минут 10. Поэтому сейчас я поставлю на паузу видео, и уже продолжу после того, как планшет прогрузится. Сделаю это просто для того, чтобы не тратить мое и ваше время. Итак, планшет у нас прогрузился. Заняло, кстати, не так много времени, порядка 2-3 минут. Что мы делаем дальше? Сейчас он нам предлагает войти в аккаунт Google, то есть новый создать или войти по старым. Нам это не нужно. Нажимаем пропустить. Далее. Ну, то есть стандартно проходим первоначальную настройку. Имя нам также не нужно. Сделаем его полностью пустым. Не сейчас. Все равно пропустить. Настроить позже. Окей. И радуемся полностью разблокированному планшету. На все про все несколько минут времени, по сути. Больше ждем, пока планшет будет прогружаться. Итак, если видео было вам полезно, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Я считаю, что это лучшая благодарность. И если будут какие-либо вопросы, я постараюсь ответить на них в комментариях. Всем спасибо. И до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok